Победительница перенства России по фехтованию на рапирах среди девушек Александра Сундучкова, Санкт-Петербург. Саша, мы тебя поздравляем с этой победой. Расскажи о ней. Как ты шла к ней? Ну, я выиграла первый турнир, а потом у меня вообще не залазилось с российскими. И я очень хотела как начала, так и закончить победу. У меня получилось. Скажи, сегодня ты победила лидера на тот момент рейтинга. Анна Удовиченко выиграла у третьего номера Насте Карпачевой. Стала сама уже первым номером. Таким образом чувствуешь свои силы? Чувствуешь, что ты лучшая фехтовальщица России в этой возрастной группе? Да, я почувствовала, что я могу выиграть и первого, и третьего, и могу четвертого. Главное верить себе. Финал был несколько неожиданный. Для тебя это был сюрпризом? Выход в финал Алины Магадеевой? Да, я смотрела, сидела. Там вроде все шло ровно, очень ровно. И в какой-то момент начала вести Алина. И это был, если честно, очень большой шок для меня. Очень большой шок. Ну, а как ты построила свой финальный поединок? В какой момент ты почувствовала, что выиграла? Вообще, немножко о финале. Ну, я не думала о том, что я еще выиграла. Вела бой в схеме, которую построила со своим тренером. Главное было держаться ей, и тогда все было бы хорошо. Получала только на своих же ошибках, на глупости. Мы заметили, что тренер все равно вносил какие-то коррективы в перерыве, да? Что это было? Ну, там просил меня не думать о том, что я уже выиграла бой, успокоиться, вести спокойно бой, как я его вела до этого, и все у меня получится. Ну что, теперь у нас первенство мира, первенство Европы. Ты дважды была в восьмерке на этапах европейского кадетского цикла, но победить пока даже призы войти не очень удавалось. Скажи, чем отличаются российские соревнования от международных? Ну, европейское фехтование, оно вообще само немного другое. Не такие, там бывают и кривые, не то, что у нас у нас все такие ровненькие, аккуратненькие, а там могут быть и прыгающие, и бегающие, там разные, и это тяжело. Надо привыкнуть, набираться опыта на этапах, чтобы потом поехать на Европу достойно выступить. А потом еще будет же мир, где будут и китайские, и корейские, и японские, и американские, да, прыгающие, там, не знаю, ползающие, да? Да, это намного сложнее, но буду готовиться на сборах везде с тренером, будем выстраивать какие-то, исправлять ошибки, и тогда, надеюсь, все получится. Скажи, есть у тебя кто-нибудь, на кого ты хотела бы, наверное, походить, может быть? Ну, я не знаю, это очень сложный вопрос, у меня пока нет такого, хочется быть самой собой. Ну, хорошо, спасибо, удачи тебе, ну, можешь передать кому-нибудь привет и сказать, поблагодарить кого-то за успех. Я хочу поблагодарить своего тренера, конечно, в первую очередь и его жену, она тоже меня тренирует, когда что-то случается с моим тренером. Вот, Евгений Сакчаров-Альсон и Ирину Денисовну-Рафальсон. Вот, хочу поблагодарить еще, конечно же, маму, которая меня сюда привела, хоть я не очень это хотела. Вот, как бы меня заставляли ходить, и вот, потом привыкла, и вот. Не жалеешь? Нет, не жалею. Спасибо тебе и удачи в дальнейшем. Спасибо.